кубок континента наверное такой задачи не ставил с предначалом сезона это насколько есть удивление от этого это такой приятный очень получился ну да такого не было то что это была какая-то задача или вот мы хотели именно выиграть чемпионат понятное дело что это любая для любой команды это очень приятный момент приятный бонус и то что наверное еще восемь-десять игр назад было еще далеко до него очень потому что там и отрыв был у нас от ярославля очков 4 5 и все это было очень далеко но постепенно конечно когда мы приближались концовки и видели что все в принципе возможно конечно мы хотели побиться за первое место за кубок континента поэтому очень рады что так получилось у вас играет лучше бомбардировые лучшие по большинству есть много показателей статистических которыми можно гордиться если по порядку очень большой успех был связан с тем что вы подписали никита гусин мне никто не верил он был можно сказать биты летчик когда там сказать не отказались еще раз если вспоминать тот момент какие были ваши мысли что вы думали когда вы взяли сейчас мы видим что это оправдалось на все 100 мы знали то что он большой мастер то что он технически одарен то что он очень умный хорошо катается хорошо видит поле хорошо чувствует партнеров и мы знали что даже может быть последнее время там год-два где-то не хватало может быть такого хоккеиста да когда был вадим шапачев но он такой больше центральный передачах никита ну что сказать мастер может и забить может отдать поэтому может быть где-то от этого винтика не хватало тот же уилда расцвел с ним пакет провел лучший сезон в кхл по сравнению с прошлым годом минске поэтому он делает ребята лучше вокруг себя ну и сам в полном порядке поэтому конечно подписание его оправдалось на все 100 хорошо поработал с тренерским штабом командой летом предсезонку про это важно кстати что когда человек ветеран готовится отдельно или к готовить я вот тоже сказал то что мы общались там на эту по этому поводу с кедриком пакетом и по никите то же самое с висе николаевичем всегда кажется то что я готовлюсь лучше всех я все знаю как надо что может быть в этом я не утверждаю но может быть в этом и кроется тоже этот момент то что прошли ребята полную предсезонку с командой все вместе и плюс и физика и техника и тактика и плюс сплотились ребята все вместе поэтому может быть в этом тоже есть какой-то момент такого успешного выступления ребят в том числе никита у него был контракт один год сейчас не слышат про него говорили что до переговора про него и туда важно подписать перед плей-офф или после к может он сам говорит давайте отыграющий плей-офф или какие смысле подать ну мы разговариваем да мы делаем как бы такие шаги друг на друг другу навстречу и там были определенные вопросы с его стороны по партнером по тренерскому штабу я думаю что мы сейчас их закроем утрясем и тогда может быть как бы уже выйдем на финишную прямую с никитой ему важно чтобы осталось все как есть и чтобы тренер вот это сюда ну я думаю что его статусе это большой момент очень важно кто будет тренер кто будет партнером с кем он будет играть и поэтому конечно задает эти вопросы первым делом не будем загадывать про плей-офф но вот именно в этот момент очень хорошее большинство не помню 30 процентов осталось в районе это это прям очень сильный цифра за счет чего не получились потому что тут же целый сплав фактор я думаю то что и ребята сильные ребята с высоким мастерством плюс тренерский штаб и слава анатолич козлов кто работает большинство в принципе у нас всегда были хорошие показатели и до этого большинстве но сейчас они вообще вышли на новый уровень ну я думаю такая химия да вот это что они сыграли все ребята вместе и мастерство как-то так все вместе сплав козлов говорят о том же как вот из русской пятерки что-то такой ну и конечно утрированно но человек с таким он же отвечает большинство и все в принципе работа не знаю наверно там в то время в русской пятерки тоннер больше там на ларионова на федорового как-то там того же фетисова они наверное были в основном такими центрами принятия решения вячеслав такой он парень тоже был работящего плана вот но у нас отвечать за большинство и слава богу все работает вы выиграли кубок континента досрочно почему сегодня не выпустили полу резервный состав насколько важно было подбиться и у нас не такие большие резервы вот в первый момент до выданы состава в принципе думали может быть дать кому-то отдохнуть реально алексей николаевич общался с лидерами со всеми с никитой свой ламса белом мы все захотели играть и плюс опять же ну полный стадион такая атмосфера и хотелось выдать хороший матч derby выставлять по молодежный состав или что там у нас не совсем честно хотели доиграть до конца все спорят про миллионеров 3 или 5 но вы как бы так сломали систему натурализовали одного игрока минелло да но это как вон цветок на сам очень хотел всего этого насколько вы хотели бы еще один может быть какой-то сделать такой шаг может быть еще люди желающие есть и насколько вам важно чтобы там пять легионеров потому что это все-таки большой фактор для кафе ну здесь такой знаете момент пока желающих натурализоваться больше нет и еще такой момент то что качественных легионеров надо еще сначала найти надо понять и вот этот разговор я наверное соглашусь в том что он больше вот для команд наверное из середины таблицы или из нижней части таблицы да где которым надо укомплектоваться за счет легионеров когда иногда не хватает русских и кистов вот в принципе мы довольны нашими ребятами то что так получилось с минеллом ну пока наверное вот это оптимальный у нас момент такой пока мы не ищем какого-то усиления среди легионеров или натурализации пока мы в этом ключе работать хорошо если сколько контракт на заканчивается сейчас нет еще год а еще с минским динам по моему выиграли все матчи давайте все матчи как вам этот соперник по стилю он очень жесткий он какой как 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 вы с ним играли это системная команда как у квартального мне кажется все это жесткий неприятный соперника у нас матчи все были с ними тяжелые все такие были так и на тоненького 21 дома мы 21 там 21 выиграли такие все тяжелые напряженные матчи были и но даже по последним матчем досудить у нас был тяжелейший матч с адмиралом ска проигрывает кунь и нельзя недооценивать никакого соперника в плей-офф нет понятно недооценки не будет именно про стиль а про стиль потому что понятно что как год назад мельчане они соска 6 матчей рубились в кость да там же очень серьезные ребята но это там опять же ребята там есть североамериканцев да да это ребята которые знают умеют играть как плей-офф и кварталь на фон заставит их играть ну то есть он может мотивировать ребят он найдет нужные слова но системно они обучены играть будут и и давить и грамотно в обороне играть то есть это очень тяжелый соперник последний вопрос такие во первых насколько у вас эта ситуация нервировала задачу это стадион дуплекс вы попадаете на два футбольных матча 3 9 как долго вы все это обсуждали с вами советует как все это решалось очень тяжело голова кипит честно сегодня вообще тяжелый день очень был в принципе но находим контакты с лигой уже решено или до сих пор не понятно думаю завтра будет решено официально лига объявит общаемся с лигой их слава богу взаимопонимание с футбольным клубом уже с рпл общаемся поэтому к сожалению такие до моменты стадион нельзя разделить она иди работает то есть мы даже если какие-то матчи мы бы смогли сыграть и готовы сыграть и лига была не против например дневной матч футбол вечером но мы не можем потому что она не действует сутки до матчей только там через час после матча прекращает действовать то есть стараемся находить какой-то консенсус вместе с футболистами с лигой уже с рпл а почему вот я не могу понять чем разница вот если начинаешь 29 или 1 в чем разница ну то есть начни 29 ты не попадаешь на эти матчи 3 9 но только чем получается лишний день отдыха и за это да нет но это нет ни она звучала то есть я так понимаю есть утвержденный график от кхл мне говоришь что вы не хотите передвигаться вот на один день день настолько критически важен нет 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 такого не баня то есть это как в принципе если как лига решит то что спартаком вас меняешь местами все спартак идет на эти дни четные точнее вы отчетный этот у нас не такой принципиальный позиция кого не 29 не играем последний вопрос такой овечкин насколько внимательно следить за ходом динамо может что-то звонит пишет говорить то что мать наверняка это озвучивается это важный момент он звонил последний раз когда в нхл была пауза в дубае он был из то что самое интересное я сейчас не помню с кем мы играли матч домашние по моему с автомобилистом системы он с автомобилистом и он до дома дома и он как раз он сам позвонил мы сидели уже готовились к игре буквально там за полчаса за игры он позвонил алексей николаевич кудашову они пап но на громкой связи мы все были тренерской пообщались тренеры ему пару советов дали после этого как папер начал выбирать отдавать поэтому последний раз общались так периодически переписываемся он следит шлет нам привет и поздравления тоже мы ему тоже тренером у критические бывают замечания делает подсказывает как надо вот поэтому все хотим чтобы он конечно побил рекорд и все за него держим кулачки а если пофантазировать по понятно это не то что фантазии он же сам об этом говорил там когда не закончится контракт там через два года его внедрить в такой динамо потому что есть эффект от все говорят там ковальчук спартак он старый зачем вы ставили головная боль как вы будете воспринимать этот момент через два года тоже все его ждут этот момент в любом состоянии его принято его ждут болельщики его ждут я думаю руководители если у него снова будет желание конечно с удовольствием примем примем если он захочет играть да то есть но бывает там может быть кто-то хочет доиграть но это ну что ковальчук что овечкин это супер профессионалы я не думаю что они будут мучиться да если у него будут силы и желания конечно это его родной клуб и все будут только этому счастливы увидеть его еще форме динамо удачи вам плыву спасибо чесит и и Субтитры сделал DimaTorzok